На Артик ТВ, Время новостей, в студии Максима Галямина. Здравствуйте! И коротко о главных темах этого выпуска. Уползень пореализовал движение на Нижнеростинском шоссе. Наша техника уже приступила к работе. Что стало причиной ЧП? Сработала тревожная кнопка. Дети не нервничают, они спокойны. Как быстро отряд Росгвардии прибудет на вызов в школу? Тигры и львы на парковке. Я не один здесь с внучкой, нам понравилось, конечно, интересно. Где увидеть больших кошек в Мурманске? На Нижнеростинском шоссе в районе остановки Контейнерная в Мурманске сошел оползень. Во время происшествия никто не пострадал. На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели, дорожные службы и представители администрации города. Движение автотранспорта было перекрыто в обе стороны. Дорожные службы сразу приступили к устранению ЧП. Напомним, два года назад природная стихия уже бушевала на этом же участке. Причины появления оползня выясняются одна из основных версий талой воды. Наша техника уже приступила к работе для того, чтобы максимально быстро разобрать все завалы и сделать дренирование для того, чтобы отвезти те воды, которые продолжают поступать, чтобы они не заливали ни дорожное плотно, ни железнодорожное, которое располагается чуть ниже. Даже после того, как мы приведем все в надлежащее состояние, открыть мы пока не сможем, пока полностью не исключим риск дальнейшего обрушения. Губернатору Андрею Чибиусу представили нового руководителя территориального управления Росгвардии. Им стал полковник полиции Виктор Галли, который пока носит приставку временно исполняющего обязанности. В ходе рабочей встречи глава региона поздравил Виктора Валентиновича с назначением. Ранее Галли занимал должность заместителя начальника управления Росгвардии по Калининградской области. Награжден двумя орденами мужества, медалью за отвагу, медалью за отличие в охране общественного порядка и медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Бойцы Росгвардии обычно первыми реагируют, например, на сообщения об угрозе в образовательных учреждениях. Сценарий, когда срабатывает тревожная кнопка, отработали в 40-й прогимназии Мурманска. Насколько быстро прибывает отряд, расскажет Георгий Салиев. Педагоги Мурманской 40-й прогимназии завершили плановые учения по противодействию терроризму, а помогали им в этом сотрудники Росгвардии. В данной прогимназии проводится проверка работы системы кнопки тревожной сигнализации, оцениваются действия как охраны данной организации, так и действия нарядов группы задержания, которые прибывают по данной кнопке по тревоге. Ну и опять же проводится инструктаж как с руководством организации, так и еще раз напоминается сотрудникам, как правильно, как более грамотно отрабатывать данные сигналы тревоги. По сценарию в учреждение вторгается нарушитель. Сторож, нажав тревожную кнопку, сообщает об этом правоохранительным органам. По словам учителей, они регулярно участвуют в таких тренировках, поэтому сложностей с организацией процесса не возникло. И даже маленькие мурманчане к учениям относятся довольно спокойно. Дети не нервничают, они спокойные. Они не понимают, мы же не создаем ни паники, ничего. То есть для них это просто какое-то, что-то происходит. Им надо вовремя одеться или что-то куда-то выйти. Они балуются, как обычно. Их там быстрее одевайтесь, как всегда. Ничего они особого не замечают. Только потом родителям, всегда родителям рассказывают, а сегодня мы делали вот это. Там была тренировка, сегодня мы выходили на улицу, ходили по кругу. Как отметили сотрудники Росгвардии, в Заполярье спокойно и безопасно. Именно поэтому вероятность того, что сценарий учений воплотится в реальности, довольно низкая. Однако не стоит забывать, что в таких ситуациях всегда работает старое, но проверенное правило. Предупрежден, значит вооружен. На парковке у одного из торговых центров Мурманска появились хищники. Львы и тигры теперь живут в вольерах. И любой желающий может полюбоваться на больших кошек. Такой зоопарк под открытым небом в Мурманске появился временно. Пока на гастролях находится цирк Шапито. Артисты расположили вольеры с дикими животными на большой открытой площадке. У тигров и львов железные. Дополнительной защитой служит забор, не позволяющий подойти близко к хищнику. Польбоваться на больших кошек могут все желающие бесплатно. Рядом с вольером установлен трейлер, где тигры и львы ночуют или отдыхают от людей. Я не один здесь с внучкой. Нам понравилось, конечно, интересно. Ну, жалко только животных. А так, так нравится посмотреть. Преклассно. Слушайте, вообще интересно, потому что для Мурманска это неожиданно и ново что-то. Я не помню, когда в последний раз приезжали подобные животные к нам на север. Ну, мне интересно, детям интересно. Главное, что безопасно. Ждем представления. Программа «Дальневосточный гектар» и «Гектар Арктики» пользуется большим спросом у россиян. В Минвостокразвития рассказали, как именно владельцы используют полученные участки земли. Наиполе востребованные виды использования – это индивидуальное жилищное строительство и сельское хозяйство. Нередко берут участок для предпринимательства, а также отдыха и рекреации. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на парламентских слушаниях в Госдуме отметил, что уже 102 тысячи человек заключили 79 тысяч договоров, взяв общей сложности 70 тысяч гектаров на Дальнем Востоке. В нашей арктической зоне заключено чуть больше двух тысяч соглашений, а заявок еще больше. Большинство участков, которые берут жители региона по программе «Гектар Арктики», расположены в Кольском районе. И вот повод подыскать участок недалеко от Видяева. В селе Урагуба отремонтируют дорогу к причалу. Такое решение принял губернатор Андрей Чибис во время рабочей поездки. Это место пользуется большой популярностью у рыбаков-любителей и рыболовецких предприятий. Хорошая дорога поможет сделать причал доступнее. Также в ходе рабочей поездки губернатор посетил индивидуальные электрокотельные, снабжающие тепловой энергией дома и социальные объекты Киуп-Явро. Таким образом, населенный пункт ушел от мазутозависимости. Кроме того, Андрей Чибис осмотрел фельдшерско-акушерский пункт, где в конце 2019 года был проведен капремонт. Он полностью укомплектован новым оборудованием, мебелью и доступен для маломобильных граждан. Следующими местами посещения стали средняя школа, в которую ходят дети из Киуп-Явро и поселка Междуречье, и школа в Урагубе. Глава региона пока не принимает решения отменить масочный режим. Хотя ждут такого послабления, многие следят за снижающейся статистикой. 21 новый случай заболевания COVID-19 выявлен в Мурманской области за сутки. Больше всего заболевших в Мурманске 8, Кандалакшском районе 4 и Менчегорске 2. Новых вариантов коронавируса в России не зафиксировано, доминирующим в стране остается штамм Омикрон. На подвид стелс Омикрон приходится около 80% случаев COVID-19, заявил РИА Новости, руководитель научной группы разработки новых методов диагностики Центра эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. При этом, по словам Хафизова, не исключено, что изначальный вариант Омикрона исчезнет совсем. Помогать людям нужно и в пандемию. В Мурманске наградили лучших доноров, которые на протяжении многих лет бескорыстно спасают человеческие жизни. Подробности в сюжете Елены Громадчиковой. История областной станции переливания крови начинается с 1936 года, когда в Мурманске был открыт филиал Ленинградского института переливания крови. Северяне разных возрастов из года в год показывают свою гражданскую позицию и человечное отношение к тому, кто нуждается в экстренной помощи. Больше всего порадовала СМС, которая приходит после сдачи, когда кому-то помогла твоя кровь. Очень понравилось чувство, что кому-то помог и продолжил ходить. Студент Мурманского арктического государственного университета Андрей Якунин сам из Мурмашей. В ряды почетных доноров его привела мать, и вот уже седьмой раз, начиная с 19 лет, он сдает кровь, чтобы помочь людям. Такое постоянство в приоритете, отмечают в Минздраве. Поддерживаем, безусловно, и призываем. У нас в этом году, за прошедший год, более 1200 впервые доноров пришло. В основном молодежь, безусловно, не радует. Благодаря поддержке правительства станция переливания крови активно развивается и расширяется. Мы получили новое оборудование, ПЦР-диагностика. Это будет новое, очень хорошее, современное. Не было у нас ПЦР-диагностики, мы делали это все на базе властной клинической больницы. Теперь это наша собственность. Будем работать теперь еще лучше. Ведь новое оборудование сокращает время пребывания в кресле, и сама процедура становится практически безболезненной и бесшумной. Но куда приятнее донорам получать за свой труд благодарственные письма, цветы и памятные сувениры. Неравнодушными можно назвать и тех, кто помогает жителям Донецкой и Луганской республик. Мурманские коммунисты собрали и отправили крупную партию гуманитарной помощи на Донбасс. Марина Шумилова подробнее. Большие картонные коробки с яркими красными наклейками доверху забиты всем необходимым. Прежде всего одеждой детской и взрослой, а также продуктами питания. Коммунистам и членам общественного движения «Надежда России» удалось собрать десятки килограммов продовольствия. Круп, тушенки, чая и сладостей для детей. До нас дошли слухи, что очень там актуальна еда. Голодать, что в подвалах люди сидят. У них вещей-то полно, а вот еды нету. Реально. И вот у нас в основном собрана еда. Машина с гуманитарной помощью сначала отправится в Карелию, а уже после попадет на Донбасс. Карелия добавит еще крупы различного рода. Уже вполне можно кашу сварить. И доедет это все до Москвы. И сформируется общий 95-й уже по счету конвой компартии на Донецкую землю, на Луганскую землю. Поедут туда и наши представители. Вот, довезем все в целости их сохранности. Приятно осознавать, что коммунисты, наши сторонники и простые граждане откликнулись на призыв областного отделения КПРФ оказать гуманитарную помощь беженцам из Донбасса. И приятно осознавать, что я отправляюсь вместе с нашим автомобилем в родную республику Карелия. И мы сможем передать в Карельский республиканский комитет КПРФ эту помощь. И они уже будут отправлять ее дальше на Донбасс. На этом добрые дела не заканчиваются. Мурманские коммунисты будут и дальше собирать, и отправлять гуманитарную помощь нуждающимся жителям Донецкой и Луганской республик. О войне в Полярном и о роли моряков в Победе говорили в историко-краеведческом музее города. На лекции главного хранителя учреждения побывали и наши коллеги из Большого ЗАТО. В самом начале Великой Отечественной войны Северный флот находился в нестабильном состоянии. В составе отсутствовали линейные корабли и крейсеры. Ставка делалась на людской резерв и профессионализм моряков. Очень многие переломные моменты в ходе войны в Заполярье происходили благодаря точным указаниям военно-начальников. Большинство улиц Полярного до сих пор помнят этих героев. Это улицы имени Фисановича, Душенова, Гаджиева, Моисеева, Севко, Лунина, Гондюхина. В 1961 году в городе появился еще ряд домов с загадочным для неместных названием. Но старожилы знают, это еще один памятный знак на карте города воинской славы. Пожалуйста, улица героев Тумана. Вы понимаете, посмотрите, какой он подвиг совершил. А ведь не все об этом знают. Против такой армады, вот этих вот немецких кораблей, пошел этот маленький катер. К концу 1941 года у советских защитников на берегах Баренцева моря образовалась устойчивая линия обороны. Это обеспечило безопасное прохождение караванов, союзников и отражение ударов немецкой армии. А Полярный продолжал оказывать содействие армии, как главная база Северного флота в годы Великой Отечественной войны. Моряки крепко держали врага в прибрежном районе вплотную у нашей границы, обескровливая и изматывая. В это время в самом городе велись и другие работы. Была плавмастерская Красный Горн. Она ремонтировала надводные и подводные корабли. Это был мелкий ремонт, это не был крупный ремонт. Но, тем не менее, работы были достаточно сложные и выполнялись. В напряженной обстановке, потому что палубу бы бомбили. Там было очень мало плохо оборудовано места для того, чтобы было ставить станки и так далее. Но это все производилось. Плюс на плавмастерской Красной Горн производили гранаты, вот эти РГД. О роли Полярного в военные годы узнали слушатели четвертой лекции, организованной в рамках проекта «Военный полярный». Музей реализует его совместно с Союзом ветеранов подводных лодок Северного флота при поддержке фонда президентских грантов. Вкусно поесть любят все, но далеко не все умеют вкусно готовить. И здесь на помощь может прийти настоящий профи. Специально для активистов российского движения школьников состоялся мастер-класс по приготовлению заполярных продуктов. Во Всероссийский день повара Илья Вегера пригласил в ресторан, где он работает, учеников 13-й школы из поселка Высокий. Специально для них шеф провел мастер-класс по приготовлению северных продуктов. Мы им покажем вкус Арктики, вкус Севера, межрегиональную кухню. Это наши продукты, наши ягоды, допустим, сердце оленя, вырезка оленя, палтус, форель, наши ягоды, мороженое, клюква. С ними будем это все готовить, доводить до готовности, пробовать, так сказать, чистый вкус, чтобы они понимали, ну, как это готовить. И в последующем будем общаться и как-то придумать какие-то блюда. Конечно, часть представленных продуктов гости мастер-класса знают и любят, но некоторые попробовали впервые. Все участники ликбеза – активисты российского движения школьников. Они увлекаются кулинарным ремеслом и очень рады такому познавательному уроку. Для нашей небольшой сельской школы это событие такого масштаба, достаточно крупного. И я уверена, что наши дети не просто получат какие-то знания, они приедут, поделятся, расскажут. Мы напишем школьную газету, у нас будут посты об этом. То есть здесь и представители телевидения школьного, они тоже сегодня будут небольшие ролики снимать для того, чтобы в выпуск попало это событие. Ребята узнали, как готовить мясо оленя, чтобы оно оставалось сочным. Или правильно жарить гребешки, чтобы в полной мере оценить их необычный вкус. И это была не только теория, но и практика с шефом Вегерой. Он объясняет, мы пытаемся понять, понимаем и у нас все получается. Если что, он приходит на помощь, показывает что да как. Мне понравилось готовить креветки и сердечко. Мне больше понравилось готовить гребешки, так как гребешки я ем впервые. Для меня они показались мягкими и очень нежными на вкус. Отметим, что помимо общения с шеф-поваром, школьникам дал мастер-класс по приготовлению десерта кондитер, а по созданию освежающего коктейля барменеджер. Я научил сегодня детей приготовить самые простые коктейли в домашних условиях. Либо же где-то, ну, я не знаю, в домиках может быть. То есть эти коктейли можно приготовить абсолютно везде. Абсолютно каждый сможет это сделать. Мы взяли за основу черничное пюре и клюквенное пюре. Добавили туда сок лимона для баланса и разбавили газированной водой. День с поваром – это акция, организованная российским движением школьников специально для тех, кто мечтает связать свою жизнь с этой профессией. Как, например, 12-летний Александр Шевчук. Молодой человек признается, что мечтает открыть свой ресторан, когда вырастет. Я узнала много о сердце оленя. Научился готовить свой первый коктейль. Впервые. Удивительно. Также первый раз увидел стейк оленя. И первый раз попробовал именно стейк. Потому что я никогда не ел стейк. Я обычное мясо, либо ребрышки. Акция состоялась не только в ресторанах Мурманска, а по всей стране, в городах, где работает российское движение школьников. В Мурманске состоялось заседание региональной кинокомиссии. Ее участники обсудили гранты, которые предоставят молодым режиссерам и планы крупных компаний по съемкам в Заполярье. Кинопроизводство в регионе активно развивается. Этому способствует возрастающий интерес к такому виду искусства у северян и масштабная помощь областного правительства. Это совершенно разносторонняя поддержка. Она касается поддержки кинокомпании, которая принимает решение снимать на нашей территории фильмы. Это ребейты. При этом следует отметить, что в 2020 году это было 5 миллионов на ребейты, в 2021 это уже 10, в текущем году это уже 15 миллионов. Ставку власти делают и на творческую молодежь региона. В прошлом году было предоставлено два гранта по 500 тысяч для начинающих киноделов. В 2022 предусмотрено уже 2 миллиона на эти цели. И недавно 4 проекта получили поддержку. Главное условие для участия – показать Северный край. Начинающие киноделы с этим отлично справились. На заседании кинокомиссии, помимо молодых дарований, участники обсудили и работу крупных компаний, которые планируют снимать проекты на территории Заполярье. На самом деле это достаточно большое количество, 12 как минимум проектов. Из них есть 6 полнометражных фильмов, 3 полнометражные документальные работы и 3 сериала. Такая активность киноделов может повлиять, например, на туристическую привлекательность региона. Нередко, посмотрев на красоты Севера по телевизору, у человека возникает желание увидеть их вживую. В центральном плавательном бассейне состоялись областные соревнования среди детей с особенностями. Георгий Салиев продолжит. В столице Заполярье состоялись региональные соревнования в рамках специальной олимпиады по плаванию. Победители отправятся на всероссийский этап, где будут представлять нашу область. Несмотря на то, что в спартакиаде участвуют дети с интеллектуальными особенностями, это абсолютно не мешает юным спортсменам ставить новые рекорды и брать призовые места. По словам педагогов, ребята не боятся соревнований, а многие наоборот, очень их ждут. Соревнования — это для них возможность продемонстрировать все свои умения, навыки, показать то, чему они научились за год, также познакомиться с ребятами из других городов, пообщаться с ними, завести дружеские отношения. Спартакиада — это не единственный вид состязаний, где такие дети могут проявить себя. В области также проводятся чемпионаты и первенства для детей с поражениями опорно-двигательного аппарата, а также свои соревнования организуют для слепых и глухих. И на этом у нас все больше новостей. Смотрите на нашем сайте arctic.rf.rf и в официальной группе телеканала в социальной сети ВКонтакте. Далее вас ждет прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok